Всем привет! Это видео я бы могла назвать плюсы и минусы России, но я хочу сделать немножко в другом формате, сравнивая Россию с другими странами. Честно, хочу сказать, что в России достаточно много плюсов, и для меня на данный момент это одна из лучших стран для жизни. И сейчас я буду объяснять почему. Я начну с каких-то более незначимых фактов и буду переходить все более и более важным фактом. Первое. Я уже об этом говорила в своём шортс. В России есть много бесплатных парков, где можно погулять. Вы, наверное, подумаете, а что в этом такого? Ну, например, на том же самом острове Бали, где я жила, там все места, где ты можешь погулять, они платные. Просто так пройтись по улице, понаслаждаться строениями не получится. Во-первых, проблема с собаками бездомными, и вторая проблема — это дикое движение на дорогах на острове Бали. Поэтому, на самом деле, когда я вернулась в Россию, подумала, блин, как классно, ты можешь просто пойти и прогуляться. Второе, что мне очень нравится, это у нас огромное количество мест, которые можно посетить. Причём у нас совершенно разные нации, совершенно разные культуры, это на самом деле просто фантастически. Во Франции также есть разные регионы с разными культурами, но всё равно они не отличаются, нет такой разницы, как в регионах у нас в стране. Также третье, что мне очень-очень нравится, это низкие налоги. Так как я являюсь ИП, намного выгоднее мне все мои дела произвести в России, чем в той же самой Европе. И поэтому практически ни у кого в Европе нету желания открыть свой бизнес. Им, в принципе, комфортно, удобно работать в найме. Следующий пункт — это хорошо развитые онлайн-сервисы. Сейчас в России всё можно сделать онлайн, оформить карточку, открыть ИП, заказать продукты. К сожалению, та же самая Франция очень сильно отстаёт от нас в этом плане, и этого мне сильно-сильно не хватало во Франции. У нас есть просто прекраснейший сервис госуслуги, где объединены куча услуг, и всё можно сделать в одном месте. Мне кажется, ни в одной стране нету подобного аналога. Если вы знаете такую страну, пожалуйста, напишите мне в комментариях. И поэтому у нас в стране намного меньше бумажной волокиты, чем, например, в той же самой Европе. Также немножко ещё остановлюсь на сервисе, расскажу немножко про банковский сервис. И, если честно, я не понимаю, почему как бы в продвинутой Европе совершенно всё это не развито. Я думаю, все знаете, как работает банковская система в России, и сейчас я вам расскажу, как работает банковская система во Франции. Ты приходишь в один банк, которому впоследствии ты будешь привязан именно к этому банку, к определённому человеку. Другой человек в другом городе уже не сможет решить ни одну твою проблему. Также, чтобы получить карту, чтобы получить пин-код, чтобы изменить номер телефона, привязанный к счёту, ты должен всё время отправлять запрос и ждать письмо. А чтобы вы понимали, почта во Франции — это просто ужас. Просто наша почта России даже не сравнится с почтой Франции. Всё теряется, всё задерживается, как-то непонятно всё работает. Также в банковской системе во Франции и вообще везде ты не сможешь ничего решить онлайн. Ты даже ничего не решишь, позвоним их по телефону, потому что они начинают отправлять от одного сотрудника к другому, этот не берёт, этот скидывает. В общем, решить всё это невозможно. Ты можешь решить проблему, отправляя письмо по обычной почте, которое также может потерять твоё письмо. Ты потеряешь время, ты потеряешь деньги и, дай бог, решишь свою проблему. Также приведу пример, чтобы прекратить снятие денежных средств за мобильные услуги, ты также должен написать письмо и отправить его по почте в главный офис этого оператора. Следующее, что я просто обожаю в России, — это кухня и рестораны. Я думаю, что все русские согласятся, что в России можно найти кухню, рестораны других культур, которая может быть даже вкуснее, чем в той самой стране. Хочу сказать, что, например, во Франции не всегда вкусная еда в ресторанах, хотя они даже могут иметь звёзды Мишлен. Я не знаю, честно, почему. Может быть, мы привыкли к каким-то особым продуктам, и да, нам кажется вкуснее именно с этими продуктами. Вы просто не представляете, какой прекрасный график работы всего в России. Это касается и ресторанов, и магазинов, и каких-то МФЦ. Это просто кайф, потому что во Франции с этим огромные проблемы. Например, ресторан может работать с 12 до часу и с 7 до 10. То есть ты просыпаешься утром, ты должен подождать до 12. Если ты не успел поесть с 12 до часу, ты должен ждать до 7. Причём так во всех городах, кроме Парижа, хотя в Париже тоже такое встречается. Что касается магазинов, это тоже отдельная история. В маленьких городах они могут не работать по выходным, скорее всего, так и есть. И просто в воскресенье вы нигде не купите еды, поэтому запасайтесь пораньше. А про все МФЦ, почты, банки. У них тоже непонятный график работы, вечно какие-то сокращённые дни, обеды по 2-3 часа. Поэтому, когда я вернулась в Россию, я так начала оценить это всё, что работает 24 часа. Когда ты хочешь, ты можешь поесть. Найти всё, что хочешь, это просто класс. Когда банки работают допоздна, МФЦ работает весь день без перерывов. Это тоже супер. Следующее сравнение — это обучение. Обучение в школе, обучение в вузах. Конечно, большую часть времени я училась в России, но также какое-то время я училась в Черногории. Там на самом деле был более расслаблен темп. Но у нас учёба начиналась с 10 утра, мы успевали высыпаться, домашки особо много не было. Так что думаю, что однозначно в русской школе дают больше знаний, чем в Черногорской. А что касается вуза, в вузе я училась и в России, и училась в бизнес-школе во Франции. Я хочу сказать, что если бы я пошла ещё учиться, я бы, конечно, выбрала французский вуз, потому что во Франции всё обучение больше нацелено на практику, работу в команде. Плюс у них ещё очень развитые программы, когда ты учишься 4 недели, 4 недели работаешь. Учишься месяц, месяц работаешь. И так в течение 3-4 лет. Переходим к следующему факту. Я бы хотела сказать, что в России, наверное, специфические люди. Когда я вернулась, мне было очень сложно перестроиться. Я совсем забыла, какие люди в России. Во-первых, в России большинство людей трудяги. По сравнению, допустим, с теми же самими французами, мы большие-большие трудяги. Даже я достаточно ленивая, но когда я проходила стажировку с французами, я говорила, да ладно, типа, я доделаю это дома, типа, мне вообще не трудно, возьму на выходные. А они мне запрещали это делать. Те же самые французы никогда не возьмут себе какую-то работу на дом, никогда не будут что-то делать больше, чем им положено. Вот такие вот они. У нас в России взять работу на дом, переделать, остаться на работе — это нормально. Следующее также отличие в наших менталитетах — это спорт. Во Франции, наверное, каждую неделю проходят марафоны, причём в них участвуют и пожилые люди. Каждый раз, когда я ходила в спортзал перед универом, там приходили бабушки, дедушки, они даже приходили иногда с палочками, но садились на велосипед и ездили. Вы когда-нибудь видели у нас в России такого? Я сколько залов поищала, практически каждый день хожу, но ни разу я такого не видела. Следующее, что на самом деле мне очень не нравится в России, это наша угрюмость. Мы вечно ходим недовольные, мы не смотрим друг к другу в глаза. Даже я, когда приехала, я сначала смотрела людям в глаза, а сейчас я уже снова стала русской, и снова не смотрю, отвожу взгляд, не улыбаюсь. Хотя я искренне считаю то, что когда ты улыбнёшься другому человеку, даже, может быть, это не совсем искренне будет, ты подаришь ему какой-то позитивный заряд, и он потом подарит его другому человеку, и так все будут более счастливыми. Поэтому мне, как эмпату, очень важно получать какие-то эмоции со стороны, и мне намного легче жить где-то за границей, во Франции, в Индонезии и так далее. Да, я понимаю, что во Франции эти эмоции бывают ненастоящие, но там спокойно, видя твою грусть, печаль, могут подойти и спросить, хорошо ли всё, чем я могу тебе помочь. Но, возможно, что это лишь вежливость, но всё равно это приятно. Ещё один факт, который я хочу сказать, это чистота на улицах в России. У нас действительно очень чисто. Как бы вы не думали, что Париж такой красивый, чистый, это не так. И так выглядит практически каждое утро Париж и многие большие города в Европе. Их поутру убирают, всё это чистят, всё это моют. Утром, конечно, Брюссель совсем другой город, здесь просто везде вот такие мусорки. Их поутру ещё собирали, везде валялся вот так мусор, вот до сих пор остался. Вечером к вечеру это всё убирается и чистота порядок. А также в Париже есть центральные улицы, а есть не центральные улицы, в которых этот мусор может оставаться лежать по несколько дней. Плюс ещё, так как немного парков во Франции, где можно выголить собаку, собаки все нужды исправляют на улицу, и это остаётся лежать, пока кто-нибудь в это не наступит. Последний пункт. Я имею большие сомнения, насколько нужно ограничивать право человека. Как бы это странно ни звучало, в той же самой Франции, где я жила, права человека практически не ограничены. И из-за этого есть некий дискомфорт для других людей. Сейчас объясню на примере забастовок. У нас в России практически никогда нет забастовок, и, наверное, многие не знают чувства, которые эти забастовки вызывают. Посмотрим со стороны самих протестующих. Я была рядом с этими людьми во Франции, у них дикие животные глаза, они такое чувство, что готовы разорвать всех. Я понимаю, что это стадное чувство, и они действительно готовы на всё. Мне, как проходящему мимо, было реально страшно. Как обычный человек, имела некий дискомфорт во время этих забастовок. Скажу, что во Франции забастовки в каждом городе практически каждую субботу есть расписание забастовок, плюс ещё есть непредвиденные забастовки. Доставляют забастовки некий дискомфорт. Например, я могу опоздать на работу, на учёбу из-за того, что забастующие перекрыли транспорт. Иногда бастуют сами работники транспорта, они просто говорят, «У нас выпал немножко снег, мы не будем работать, нам холодно». Если честно, это ужасно знать, что тебе надо на всякий случай встать очень-очень рано, потому что транспорт может быть перекрыт, но тебе нужно всё равно добраться на работу вовремя. Также во Франции есть такой вид забастовки, когда они всё выкладывают с полок магазинов в корзины и так оставляют. Но кому они этим делают хуже, мне кажется, только продавцам магазина, которые потом должны ходить это и разбирать. Поэтому я очень вас прошу написать в комментариях, должно ли ограничиваться право выбора человека, как в России, или не должно, как во Франции. Что вы считаете, у этого есть больше плюсов или больше минусов? Пожалуйста, пишите, буду рада почитать ваши аргументы.